Наиболее популярными видами хищения остаются кража и мошенничество. Состав таких преступлений включает в себя несколько основных элементов. Объектом преступления является отношение собственности. Объективной стороной преступления является действие. При совершении кражи это тайное хищение чужого имущества. При совершении мошенничества это хищение имущества, совершенное путем обмана либо злоупотребления доверием. Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. При совершении мошенничества это лицо, достигшее 16 лет, при совершении кражи это лицо, достигшее 14-летнего возраста. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Современные тенденции ведут к тому, что наиболее часто совершаемыми преступлениями становится хищение электронных денежных средств с банковских карт потерпевших. У злоумышленников популярно размещение в интернете разного рода ложных объявлений о продаже товаров или предоставлении услуг. Затем с доверчивого клиента с помощью электронного перевода получают предоплату или всю денежную сумму и исчезают. В случае, если осуществляется хищение с банковского счета при условии того, что признаки преступления не содержат мошенничества, федеральным законом номер 111 от 23 апреля 2018 года в Уголовный кодекс Российской Федерации введен новый квалифицирующий признак, предусмотренный частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса, предусматривающий наказание за хищение денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств потерпевшего. Указанное преступление законодателям уже отнесено к категории тяжких и предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Обезопасить себя можно лишь проявляя бдительность. Не стоит спешить и производить сомнительные банковские операции, отправлять предоплату, не убедившись в добропорядочности продавца. По всем фактам совершенных преступлений необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.